В Институте химии Санкт-Петербургского университета открылась новая кафедра технологий высокоэффективных материалов и изделий в сотрудничестве с Северо-Западным региональным центром «Алмаз-Антей» Обуховский завод. Образование такой кафедры технологической направленности в классическом университете – уникальное явление. В основном, то, чем занимались в последнее время у нас в Институте химии – это фундаментальные исследования. Исследования передовые с публикациями в самых высокорейтинговых научных журналах. Но сегодняшний день диктует требование необходимости заниматься именно развитием химической технологии. Поэтому создание этой кафедры будет направлено на подготовку в том числе специалистов, имеющих опыт работы в области химической технологии. Поэтому это, на мой взгляд, очень важно и актуально сегодня. Сотрудники и студенты новой кафедры будут заниматься исследованиями в области производства новых наноматериалов, которые в будущем могут быть использованы в топливной энергетике и при производстве композитных материалов для элементов космических ракет. Современное развитие, в общем-то, науки, технологий, техники, информация, полученная и в ходе специальной военной операции, оказалось, что вопросам материаловедения, высокоэффективным материалам уделяется недостаточным внимания. И, в общем-то, Россия достаточно сильно отстает по разработке тех материалов, которые крайне необходимы для промышленности, для гражданского и военных секторов. Поэтому эта кафедра призвана восполнить пробел подготовки специалистов. Специалистов не хватает, химиков, технологов, которые могли бы заниматься этими вопросами. Поэтому, естественно, возник вопрос о подготовке таких специалистов, выпуске их, ну и проведение научных изысканий в этих направлениях. В Петербурге у концерна «Алмаз-Антей» уже есть базовая кафедра в Балтийском государственном техническом университете «Военмех». И в скором времени такая кафедра появится в Политехническом университете. Если университет захочет, мы готовы будем обращаться в правительство для того, чтобы все специалисты, которые выпускают, были по государственному заказу, готовились за счет денег государства и направлялись к нам на работу. Конечно, работа будущих выпускников кафедры будет связана не только с разработкой ракет и их комплектующих. Дальше зачем ограничиваться ракетами? Давайте посмотрим на солнечную энергетику. Огромное количество новых материалов сейчас разрабатывается, в том числе наноструктурированных, для того, чтобы превращать энергию Солнца в электричество. Специалист, выпускаемый данной кафедрой, будет иметь инженерное образование, а не, скажем так, базовое научное образование. То есть нас интересуют выпускники, которые станут инженерами, которые будут заниматься производством, эксплуатацией продукции. Образование, полученное на кафедре, отнюдь не будет ограничиваться инженерными знаниями. Специалисты получат знания и в экономической, и в научной областях, а также в области патентования результатов исследования. Специалисты, которые выпускаются по этой программе, они должны быть специалистами широкого класса. И в том числе не только уметь разрабатывать технологии, применять различные методы, но и уметь руководить группами, как малыми, так и достаточно большими, уметь руководить проектами по направлению нанотехнологий, уметь создать заявку на проект, выиграть ее, и потом провести проект от самого начала до конца, вплоть до защиты авторских прав в виде патентов. Первый набор студентов на кафедру технологии высокоэффективных материалов и изделий Института химии СПБГУ будет осуществлен в следующем учебном году. А пока задача организаторов кафедры – оснастить лаборатории и учебной аудитории всем необходимым оборудованием.